Русский экстрим Пока атлеты разминаются, несколько слов о турнире. Кубок знаменателен тем, что на нем впервые собрались сильнейшие атлеты России различных весовых категорий, до сих пор в очной борьбе не встречавшиеся. Отличительной чертой кубка является то, что использование специальной экипировки, облегчающей вес штанги, запрещено. Итак, наши атлеты. Многократный чемпион Москвы, победитель Кубка Евразии 2007 года, чемпион мира 2007 года в категории свыше 140 килограммов, рекордсмен России по жиму штанги лежа Дмитрий Шабалин. Многократный чемпион Владимирской области по жиму штанги лежа, многократный чемпион Москвы, серебряный призер чемпионата России 2006 года, абсолютный победитель турнира «Чистая победа» 2008 года, представитель весовой категории свыше 140 килограммов Вячеслав Соловьев. Абсолютный чемпион Москвы, многократный абсолютный победитель Кубка Москвы, многократный абсолютный чемпион России, многократный абсолютный победитель Кубка России, чемпион мира 2003 года, абсолютный чемпион мира 2005 года, абсолютный победитель Кубка Европы 2006 года, победитель Кубка Евразии 2007 года, чемпион Bench Bash for Cash WPO 2005 года, Бронзовый призер Арнольд Классик 2006 года. Победитель турнира Ночь чемпионов 2007 года Владимир Кравцов. Весовая категория до 125 килограммов. Чемпион России 2004 года. Вице-чемпион Европы 2004 года. Победитель Кубка России 2004 года Дмитрий Касатов. Весовая категория до 125 килограммов. Абсолютный чемпион России 2005 года по пауэрлифтингу. Многократный чемпион Тюменской области по жиму штанги лежа и пауэрлифтингу Сергей Пенкин. Весовая категория до 82,5 килограммов. Друзья! Итак, мы ждем команда СУДЗИ. На стойке! Что скажут судьи? Вес взят! Вес взят! Легко, легко, как будто там ничего нет. Что же будет дальше? Что же будет дальше? Я не знаю. А дальше я приглашаю на сцену второго участника нашего турнира. Дмитрий Шабалин. Город Москва. Его собственный вес составляет 140 килограммов. Сейчас Дмитрий на ваших глазах попробует поднять. Готов на штанге 235 килограммов. На голос приглашается чемпион Евразии. Чемпион России Дмитрий Шабалин. Город Москва. 235 килограммов. Друзья, я предлагаю подтверждать Дмитрий аплодисментами. Готов на штанге 235 килограммов. Готов на штанге 235 килограммов. Друзья, самый молодой участник нашего турнира Дмитрий сейчас осилит вес в 235. Итак, вес готов на штанге 235 килограммов. На помощь вице-президент Федерации Павлодинга России Дмитрий Касатов. Не на словах, а на теле он доказывает о том, что в спорт и молодость едины 235 килограммов. Слушайте, насколько легко они берут такие массы, друзья. Но что же будет дальше? Двукратный чемпион мира Владимир Касатов осилит вес в 252,5 килограммов. Итак, веса на штанге растут. Напоминаю, что всего у атлетов будет по 3 попытки. Сейчас они делают первые заявки на кто, кто уже у них сильнее. Но несмотря на то, что веса идут больше, предыдущие атлеты также легко справились с весами. Итак, на штанге 252,5 килограмма. Это 2,5 килограмма больше, чем 2,5 сетей. На помосте атлет, чей собственный вес 125 килограмм. Многократный чемпион мира, рекордсмен России и Европы и мира Владимир Кравцов. Город Тюмень. Аплодисменты Владимиру. 252,5 килограмма на штанге. Полин! Жечь! Простойки! Вес взят! Вес взят! Вес взят! Вес взят! 252,5 килограмма. Давайте встретим, друзья, следующего участника турнира, который попытается поднять 255 килограммов Вячеслав Соловьев. Если Вячеслав справится с этим весом, то по итогам первой попытки он выйдет в лидеры наших соревнований. Итак, атлет, завершающий первый подход, приехавший к нам из города Коврово, Владимирской области, многократный чемпион Москвы Вячеслав Соловьев. Встречаем! Давайте поддержим, теплая, долгая, трудная дорога. На штанге 255 килограмм Вячеслав Соловьев. Причем, что собственный вес Вячеслава 160 килограммов. Вячеслав Соловьев. Отовил вес в 255 килограммов. Нам приглашаем на эту сцену Сергея Пенкина! Да, Сергей Пенкин у нас является абсолютным чемпионом России по троеборью. Итак, на штанге 180 килограмм на Бомольске. Ребята, давайте все вместе! Серёга! 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 На штанге! Судьи! Верзащита! Аплодисменты Сергею! Он самый маленький, но не знаешь, что самый слабый. Он не испугался этих тяжеловесов. Литрий Шабалин заказал 245 килограммов! Дмитрий Шабалин попробует выезжать в этот вес. Если он справится с ним, то он выйдет на третье место. Идёт борьба за третье место между Дмитрием Шабалином и Дмитрием Касатовым. Друзья, я ещё раз запомню, что Дмитрий Шабалин чемпион мира, чемпион Евразии, чемпион России. Сегодня он здесь пытается стать победителем турнира на Кубок за Псид Газпрома. Встречайте! Дмитрий Шабалин! Город Москва! Чемпион Евразии, чемпион России. На Тонорске застят в городе Тюмени. Кто же будет лучше? Город Москва! Город Москва! Ну а мы продолжаем этот праздник. И на сцене появляется участник. Самый молодой участник турнира, который сейчас попытается осилить. 245 килограммов. Дмитрий Касатов! Город Москва! Дмитрий Касатов! Вице-чемпион Европы! Чемпион России! Также у нас Дмитрий является вице-президентом Федерации по рейтингу России. И он не сидит, как говорится, в кресле. Он на подвосте вместе с ребятами. И является одним из ведущих атлетов нашей страны. Итак, Дмитрий Касатов! Самые сильные люди мира и планеты сегодня собрались здесь. На дне рождения города Тюмени. 245 килограмм. Жать! На стойке! Оценка судей. Вес взгляд! Аплодисменты! И всех наших тяжеловесов Дмитрий, помимо того, что самый молодой, он еще и самый легкий. Его вес всего 115 килограмм. Владимир Кравцов! 262,5 килограмма. Тюменцы – это наша гордость! Владимир подтверждает то, что мы самые сильные. Россия – вперед! Тюмень – вперед! Владимир Кравцов! Самые сильные люди живут в Тюменье! Сынки! Тюменцы – вперед! Неправильный! Сынки! 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 Вес взгляд! Аплодисменты! Вес! Владимир Кравцов! Сынки! Гармя! Вес! Вячеслав Соловьев 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 Дмитрий Касатов заказал 250 кг Это его попытка выйти на третье место и обойти Дмитрия Слушайте, ну даже страшно произносить эту цифру, не говоря уже о том, чтобы осилить этот вес. Друзья, вдумайтесь! Два с половиной центра! Итак, на полосте вице-президент организации «Поучника России», самый юный и самый легкий участник среди наших тяжеловесов, вице-чемпион Европы, чемпион России, обладатель Кубка России Дмитрий Касатов! Дмитрий Касатов Дмитрий Касатов Болев Жать На суги Итак, ацент на суги Верклей Верклей 250 килограммов Он сделал это Длинный буквально выбором. Думаю, что значит мужской характер. 265 килограммов. Если Вячеслав Соловьев справится с этим весом, то он выйдет в лидеры наших соревнований. Но напоминаю, что у Краснодара будет еще одна попытка в запасе. Итак, встречайте. Самый тяжеловесный атлет. 160 килограммов серебряных из-за чемпионата России. Вячеслав Соловьев. И 265 килограммов. Попытка выйти на первое место. Жечь! Наслойте! Оценка судей. Выгоден, уверен, засчитан аплодисменты. Это серьезная заявка на название обладателя Курка Запсид Газпрома. Что же ответит Владимир Кравцов? 275 килограммов. Владимир и немец. Владимир почти на 40 килограмм легче. Вячеслав Соловьев. Но это не значит, что он слабее. Идет серьезная борьба за серьезный титул. Владимир Кравцов. Восьмикратный, абсолютный чемпион России. Абсолютный чемпион Европы. Чемпион Евразии. Двукратный чемпион мира. Призер супер турнира Арнольд Классик. На побосках Европы, Америки, Канады, Скандинавии звучала эта фамилия. И теперь здесь, в Тюмени, Владимир Кравцов еще раз пытается доказать, что он самый сильный, что он самый лучший, что легенда нашего спорта. Владимир Кравцов. Город Тюмень. 275 килограмм подход за первое место. Кто лучший? Давайте в знак солидарности. Поднимем руки вверх за Владимира. За то, чтобы он преодолел вес. 275 килограмм. Кто же будет лучше, Владимир или Вячеслав? 275 килограмм. Выжми! Принапряженная обстановка. Жать! Белый! Высокие! Отцепь отсюдей! Белый! 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 275 килограмм. Владимир Кравцов. А Владимир Кравцов. Белый! Владимир говорит, что этого мало. Сколько можно? Будет еще? Белый! 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 100 килограммов! Этот вес, если Владимир справится с этим весом, то он установит новый рекорд России в жопе лёжа без экипировки. Встречайте на сцене герой этого турнира Владимир! Кравцов! Итак, на штанге установлен вес 290 килограмм. И кто же кого? Это Армада Металова или Владимир? Или простой парень из города Тюмени Владимир Кравцов? Итак, давайте его поддержим на штанге. Встречайте на штанге 290 килограмм. Попытка установить новый рекорд России в безэкипировочном жиме лёжа. На помосте многократный чемпион мира, многократный рекордсмен мира, представитель города Тюмень Владимир Кравцов! На штанге 290 килограммов. Новый рекорд России. Это почти 3 центнера, друзья. Итак, последнее приготовление. Тут важно правильно поставить, установить штангу. У нас даже сцена прогнулась, мы будем надеяться, что сцена всё-таки выдержит. Кстати, да, сцена капитана выдержит. Да, будем надеяться, что всё будет в порядке. Лучше, наверное, чуть-чуть отойти. Чтобы мы в финале не уйдём, не ушли под сцену. Да, потому что очень большой вес оказал Владимир. Но на самом деле мы сейчас стараемся шутить. Момент, наверное, самый серьёзный и самый ответственный, дорогие друзья. 290 килограмм. Давайте, перед тем, как Владимир возьмёт в руки штангу, давайте издадим кроме сментов! Давай, Владимир, мы с тобой! На стойке! А тут какую-нибудь версию! Есть новый рекорд России! Владимир Красов в плечарке! Владимир Красов! Сегодня землей! 90 килограмм! Мы приглашаем на сцену всех участников нашего турнира. Вот его друг, соперник. И сейчас за вами первым поздравляем Владимира! Большое спасибо компании «Запсиб Газпром» и большое спасибо лично Сергею Николаевичу Бадюку за устроенный праздник. Мы все старались, как могли. Ну, как говорят, что побеждает сильнейший. Считаю, что мне сегодня немножко повезло, но могу с уверенностью сказать, что я выложился на все 100% для того, чтобы показать такой высокий результат. На этом наш репортаж с поединка сильнейших жимовиков России закончен. Желаем вам силы и до новых встреч!